Как известно, в Ак-Тубе ужесточили карантинные меры на улицах города. Теперь круглосуточно дежурят сотрудники полиции с целью выявления нарушителей режима ЧАЭС. Основная проверка пока ведется среди автолюбителей. Рейд по правонарушителям проводится в местах массового скопления транспорта. По улице Утигена-Сиитова сегодня дежурили два патруля по обе стороны передвижения. Действия, в общем-то, привычные для дорожного патруля. Остановка транспорта и проверка документов. Только вот теперь в основном смотрят не водительское удостоверение, а наличие специальной справки от работодателя с местом и графиком работы. Отсутствие или стекшие сроки такого документа теперь строго наказываются. На месте составляется административный протокол по статье «Нарушение режима ЧАЭС». Дело сразу же передают в суд. Автотранспорт отправляется на штрафстоянку. Судебные процессы сегодня проходят тоже в онлайн-режиме. Автонарушителям в лучшем случае грозит штраф около 28 тысяч тенге, в худшем – арест на 15 суток. Машину со штрафстоянки можно будет забрать сразу после получения постановления суда. А нахождение ее на штрафстоянке – услуга, к слову, тоже недешевая. Такие перспективы, конечно, актюбинцев пугают и озадачивают одновременно. Как работать и насколько быстро можно получить подобное разрешение? Ведь помимо рабочей справки, все автомашины должны быть зарегистрированы в базе «Сергек». Только вот сама программа, по словам горожан, работает крайне нестабильно. В данный момент пушком иду на работу, не знаю, как там дальше будет. Машина – запрет. Пока в базе «Сергек» у них в планшете не высветится, никаких поездок за рулем. Хотя до этого ездили по справке с места работы. Фирма зарегистрирована как фирма жизнеобеспечения, что ли, как это называется. Ну, что-то, который день тянется, никак не могут сделать. Там до конца вопрос не проработан. Сами «Сергек» не успевают. Мало того, что не успевают, оказывается, надо сперва к заказчикам или куда-то там. Мы чисто дорожники, надо обратиться в ЖКХ. Они должны список дать куда-то, там передать еще в прокуратуру, то ли еще куда. Потом только «Сергек», они там должны зарегистрировать, они не успевают, у них там завал. И ходим пешком. Полицейские, сославшись на крайнюю занятость, от комментариев ситуации отказались. Кристина Вить, Жаслан Жубаев, программа «Факт».